приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами Ольга Кожакару и сегодня я хочу с вами немножко поговорить о жгутах перед началом нашей работы я хочу всем подписчикам на патреон сказать что выходит новое видео по плетению вот такого жгута это жгут с бусинами супер дуо с биконусами и бисером двух размеров но мы будем делать как видите я вам покажу в видео как сделать такой жгут более толстым и покажу какие различия будут вот при плетении вот этих жгутов сегодня мы поговорим о других жгутах мы поговорим с вами о квадратных жгутах вот это самый обыкновенный простой квадратный жгут как видите ну я не знаю мне кажется что это очень простой жгут мы с вами очень часто об этих жгутах говорили делали что-то делали эти жгуты можно использовать при формировании каких-то вот фигур при формировании геометрической формы каких-то колье браслетов то есть он достаточно просто поддается вот таким вот преобразованием но также мы недавно с вами вот было несколько видео назад мы сделали два жгута простые это видео простые жгуты для кулонов там мы сделали один жгут это действительно квадратный модифицированный жгут где у нас в принципе ячейка одна в нашем жгутики представляет собой крестик или квадратик из четырех колечка из бисерин то есть квадратик у которого каждая сторона состоит из одной бисеринки мы с вами делали уже квадратный жгут модифицированный где у нас с двух параллельных сторон вместо одной бисеринки использовалась по две бисеринки тогда у нас ячейка получалась более длинный жгут получался более ажурным прозрачным мягким но в то же время очень красивый жгут получается сегодня я вам покажу еще один жгут вот такой жгут я думаю что если их вот вместе положить то конечно мало кто догадается что это тот же самый квадратный жгут это тот же самый квадратный жгут здесь как видите у нас практически не просматривается нить которая плетется или леска и все это у нас добивается за счет того что у нас разница в бисере в одной и той же ячейки и и такие жгуты на самом деле можно плести вот этот квадратный жгут он на 4 в одном колечке у нас 4 квадратика вот смотрите 1 2 3 и 4 то есть 4 квадратика у нас здесь здесь в этом жгутики у меня 5 квадратиков но можно и на 6 делать мы сейчас с вами рассмотрим вариант когда вот ну возьмем 6 квадратиков сделаем как плетется вот такой жгут очень просто как видите он достаточно прочный но вот использовать его можно в разных в разном качестве как видите я сделала вот такой браслет на с на проволоке с памятью и он хорошо вот как видите сочетается с бусинами это у меня тоже вот такие бусинки и браслет получился достаточно интересным но можно просто в качестве жгута для какой-то крупной подвески можно использовать можно самостоятельное украшение без всяких подвесок без всяких кулончиков тоже смотрится этот жгут очень красиво и так вот мы с вами сейчас возьмем бисер восьмого размера восьмого размера обязательное условие для этого жгута бисер у нас должен использоваться с разницы хотя бы два размера вот это восьмой размер восьмой размер а это десятый размер это десятый размер и мы сейчас с вами посмотрим как же у нас будет выглядеть наш жгут вот с бисером с такой разницей я возьму иголочку с леской вот у меня уже подготовлена здесь и мы сейчас будем с вами плести на 6 бисерин мы изначально набираем насколько крестиков мы хотим сделать наш жгут мы набираем вот столько крупного бисера колечка вот 5 6 6 бисерин я набрала будем делать вот такой вот толстый жгут на 6 бисерин до на крестиков и завязываю узелочек здесь вот в колечко все это соединим вот так еще раз завяжу чтобы у меня здесь ничего не расползалась вот так вот отойду от моего узелочка и будем делать крестики но после того как мы вышли из крупной бисеринки я набираю мелкую крупную мелкую закрываю колечко на этой же на этой же бисеринке из какой вышло и сразу перехожу в следующую вот так набираю опять после крупной набираю мелкую крупную и соединяю через мелкую и крупную колечко выходим сразу в следующую бисеринку этот жгут я отношу тоже к легким очень простым и легким жгутом и в то же время вот они вот такие интересные получаются тут можно поиграться то есть братья разного цвета тоже вот эти мелкие бисеринки и вас получится полосатые то есть можно какие-то свои идеи дополнять вот мы вышли из крупной бисеринки набираем мелкую крупную проходим через мелкую через бисеринку из какой мы вышли и заходим сразу в следующую крупную следующую бисеринку основы нашей опять после крупной мелкая крупная закрываем колечко на мелкой уже которая есть крупная и заходим следующую крупную вот таким образом мы делаем крестики на каждой бисеринке в нашей основе опять получается мы делаем мелкая крупная проходим через мелкую крупную это у нас колечко и мы заходим сразу в последнюю бисеринку основы нашей то есть заходим в последнюю бисеринку нашей основы вот у нас смотрите что выходит нам теперь нужно вот это вот все поднять чтобы цилиндрик получился и теперь у нас есть мелкая мы должны пройти то есть мелкая с этой стороны мелкая с этой стороны у нас не хватает только крупной напротив вот крупной из какой мы вышли мы таким образом закрываем наш начальный цилиндрик нашего жгутика да и вот я закрываю теперь это колечко и все начало жгутика у нас положено теперь у нас здесь имеется опять 6 крупных бисерин я выхожу в первую и начинаю все повторять сначала то есть первый крестик мы делаем искру из крупной вышли набираем мелкую упс набираем мелкую крупную мелкую и закрываем крестик сразу я перехожу в следующую бисеринку это очень просто это очень просто запутаться тут невозможно но единственное конечно условие чтобы получился у вас именно такой жгут вам нужно первым первое колечко набирать самое начальное колечко набирать из крупного бисера иначе у вас другое расположение бисера будет и жгут будет выглядеть иначе мелкая крупная закрываем колечко на мелкой крупной и переходим в следующую бисеринку мелкая крупная закрываем на мелкой крупной и переходим сразу в следующую вот видите как все здесь просто тут ну я не знаю ошибиться невозможно если помнить после крупной набираем мелкую после мелкой крупную и у нас еще две бисеринки уже есть мелкая крупная мелкая крупная у нас получается чередование все время переходим следующую бисеринку основы мелкая крупная проходим через мелкую и крупную и в последнюю бисерину основы это уже последняя шестая бисерина поэтому у нас получается уже имеется мелкая и мелкая крупная не хватает добавляем крупную закрываем наш крестик то есть вот два ряда мы уже проплели для нашего жгута вот давайте я проплету немножечко дальше и мы посмотрим сравним тогда насколько все таки разница в нашем жгутики на 5 бисерин и на 6 бисерин как видите все таки есть толщина разная будет у этих жгутов так сейчас я проплету за экраном и посмотрим дальше вот я уже сплела вот такой кусочек и хочу чтобы вы увидели разницу все таки в диаметре этих жгутов вот этот жгут на 5 начальных бисерин я набирала здесь у нас 6 бисерин я думаю что возможно и на 7 бисерин сделать жгут будет еще толще но он остается у нас вот такой вот прочный не сжимается вот не становится плоским может изгибаться как видите никакой деформации то есть выскакивающих бисерин бисерин здесь не наблюдается вот такой классный получается квадратный жгут то есть это жгут на основе квадратных квадратного плетения ну я думаю что вы видите все таки вот разницу между жгута жгутами обычно обычными вот квадратными вот он такой тонкий то на 4 бисерины да вот вот такая разница у этих квадратных жгутов ну я думаю что вам было понятно как плетется этот жгут это очень просто но в то же время вот такие получаются интересные жгуты если еще поиграться вот с цветами то есть как-то расположить именно не в одну то есть не в одну полосочку чтобы шло как-то вот по по спирали вот менять цвета но бисер одного цвета да одного размера но менять местоположение различных цветов вас получится достаточно красивые жгутики ну а я считаю что мы можем на этом закончить наш разговор о квадратных жгутах если вам было интересно и полезно то что вы увидели узнали я буду очень довольна можете подписываться на наш канал чтобы получать новые мастер-классы всего вам доброго